Памятник Субтитры делал DimaTorzok Памятник Субтитры делал DimaTorzok Памятник Субтитры делал DimaTorzok Памятник Субтитры делал DimaTorzok Памятник 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 Максим, как ты думаешь, что люди имеют в виду, когда они говорят «полезный отдых»? Но если ты говоришь «полезный», то значит, существует и «неполезный». Получается так, но все-таки, что бы ты отнес к полезным видам отдыха? Давай твой вопрос переадресуем гостям, потому что в их жизни слово «полезный» занимает одно из самых почетных мест. Я уверен, что им есть чем поделиться. Заинтриговал? Пожалуй. Давайте не будем бесполезно тратить время, а скорее с ними познакомимся. Феликс, Лилия и Ян. Семья, в которой привыкли извлекать пользу с любого занятия, даже досуга. Феликс – преподаватель и служитель церкви, любитель библейских исследований и истории. Отдыхая, он продолжает думать, ведь лучше его досуг – соревнования по шахматам с очень опасным соперником – с Яном. Ян – смышленый и развитый ребенок. Он хорошо учится, любит играть в теннис, бадминтон, красиво рисует и увлекается наукой. Его мама – Лилия, а для студентов – Лилия Иосифовна, так же, как и муж, преподает в Бузе. Она любит знания и готова делиться ими со всеми желающими. Несколько раз в неделю Лилия уделяет время студенческому хору – тем, что получается невозможно не любоваться. В этой семье умеют продуктивно поработать, а потом продуктивно отдохнуть. Общесемейному просмотру телевизора они предпочитают активный досуг. Велосипеды, природа, экстрим-парки – в общем, ни минуты бесполезности. Важное место в их доме занимает музыка. Причем большую часть инструментов они освоили самостоятельно. Здесь играют на фортепиано, гитаре, скрипке, сопилке и бандуре. Часто при наступлении субботы в их квартире можно услышать, как эти инструменты звучат в тандеме. Феликс, Лилия, Ян, счастливой вам субботы! И вам счастливой субботы! Рады вас приветствовать в нашей студии. И очень приятно, что эту субботу вы проведете вместе с нами. Взаимно. Каждую пятницу мы стараемся сделать интересной, насыщенной. Надеемся, вам у нас понравится. И частичку своего жизненного опыта, истории вы оставите нам на память. Да, суббота – это всегда приятный, всегда знаменательный день для каждого из нас. И кроме того, что это подарок Бога всем людям, мы знаем, что в вашей жизни это еще и драгоценная память. Это правда? И почему? Действительно, суббота для нас особенный день, потому что первый раз мы увидели друг друга и встретились в субботу. Это было достаточно давно, наверное, 97-й или 96-й год. И я первый раз увидел Лилию, когда она исполняла псалом в церкви. И хочу сказать, что это было действительно очень незабываемое, оставило на меня очень незабываемое впечатление. И я не могу этого описать, потому что, наверное, лучше попросить ее, чтобы она еще раз спела, тогда вы сами можете... А мы посмотрим на вашу реакцию. Мы знаем, что на месте ваша семья не сидела никогда, что вы частенько переезжали и даже жили на Филиппинах. И потом, после этого вернулись в Украину. Расскажите, с чем связаны вот такие переезды вашей семьи? Ну, я думаю, что каждый служитель в своем служении, он перемещается с одного места на другое. И наши перемещения, они в основном также были вызваны именно этим. То есть нас переводили из одной общины в другую. И поэтому менялось место служения и место нашего жительства тоже. Ну вот ты всегда переживаешь, когда слышишь, что так много переезда, столько перемещений. А как дети с этим справляются? Ян, расскажи нам, как тебе вот эти все перемещения? Школу ведь нужно менять. Я так понял, что тебе на Филиппинах пришлось выучить язык. Английский или какой-то другой? Может, еще какой-то? Мне пришлось выучить английский язык. Ну, как-то спокойно относился к этим всем переходам. Это ведь и за друзьями скучаешь, и далеко там родственники, не знаю, бабушка, дедушка. Да, скучали. Ну, видите, пережили. Пережили. Слава Богу. На Филиппинах мы получали образование. И я, и Лиля, мы вместе учились. И когда мы вернулись после Филиппин, нас пригласили преподавать в Украинский гуманитарный институт. И с тех пор мы здесь так и продолжаем трудиться на Неве Божьей. И вы с радостью согласились преподавать? Ну, я могу сказать так, что я даже не выбирал эту стезю. Она как будто бы выбрала меня сама. Лиля, а в вашей жизни, как вот учёба, где она вас нашла? Вот почему вам нравится учиться? Столько времени, это же целые годы занимает жизнь получать образование. Одну степень, вторую. Наверное, учиться, любовь к учёбе, наверное, привита в семье. Потому что у нас всегда это поддерживалось. Родители всегда говорили, что это красиво, это хорошо, это интересно, это то, чем можно заниматься всю жизнь постоянно. Потому что это интересно, это имеет смысл учиться, имеет смысл, потому что это больше, чем просто заведение, больше, чем просто получить степень. Это только часть обучения в жизни, вся жизнь — это учёба. И насколько хорошо ты будешь учиться, настолько интересная жизнь будет. Ян, тебе не страшно с такими вот образованными родителями вообще жить в одном доме? Ты представляешь, сколько они всего знают, учились. Как у тебя вообще с учёбой? Тебе нравится учиться? Ну, учиться нравится не всегда. Это может зависеть от преподавателя. Или, допустим, выучил ты урок, нет. Ну, мне кажется, что выделять время на учёбу надо умеренно. То есть не слишком много, не слишком мало, чтобы всего было достаточно. И, то есть не только заради оценок, то есть не то, чтобы сдал и забыл. Мы ведь учимся, то есть мы что-то берём для себя. Мы узнаём что-то новое. Это нам дальше помогает в жизни. Это очень правильная позиция. То есть умеренно нужно время выделять для всего. Для всего. Вы поддерживаете сына в том, чтобы и чуть-чуть поучиться, чуть погулять. У нас был очень интересный случай. На Филиппинах к нам пришли брать интервью из школы. Значит, мы попали в категорию родителей, у которых дети отличники. И мы не знали, что Ян отличник. Потому что у нас никогда не было дома фокуса на то, чтобы он был отличник. Или мы переживали за оценками. Никто не следил за оценками всё время. Мы спокойно относились к оценкам. Если это ниже... Даже если он получал какую-то низкую оценку, то есть мы понимаем, что всё может быть. Это нормально. Не знаю, как вот... Но он, наверное, вот сейчас озвучил то, что вкладывали. Это для тебя. Ты должен знать. Оценка — это не настолько важно. Это не всегда то, что ты знаешь. А вот что у тебя останется, что ты возьмёшь, чему ты научишься, вот это самое главное. Вот так мы случайно узнали, что он отличник, оказывается. И точно так же было здесь, кстати. Да, и здесь то же самое на Украине. Я пришёл на родительское собрание, они говорят, что в нашем классе есть только один отличник. И я, честно говоря, подумал, что это одна девочка, про которую Ян говорил, что она всегда очень хорошо учится. Интересная девочка, хорошо учится. И тут вдруг нам говорят, что один отличник — это наш сын. И я был просто удивлен. Ничего себе. Было приятно. Обычно, когда родители идут на родительское собрание, они ожидают всё-таки услышать что-то другое. Нам было приятно, опять же. Ну, мы не меняем курсы. Опять же, не главное оценки, не главное быть. Света, я знаю, что ты хочешь задать уже следующий вопрос, но меня вот так заинтересовала тема оценок. Позвольте дальше всё-таки вот этот момент спросить. Я думаю, что он будет интересен и для наших зрителей. Вот сегодня я уверен в том, что всё наше образование, оно всё-таки как-то очень направлено на эти оценки. И люди из-за этого на результат, то есть на то, чтобы закончить, на то, чтобы сдать ЗНО или другие какие-то тесты. Но вот как быть родителям? Как им найти вот этот правильный баланс между тем, чтобы и результат достижим был, чтобы ребёнок не бросил школу, не бросил учебное заведение, и в то же время, чтобы не переборщить с этим? Вот как этот баланс найти? Вы столько лет учитесь сами, получаете оценки и уже сейчас ставите оценки? Я думаю, что вы это знаете. Вот для меня, например, это очень сложный момент ставить оценки студентам. И я не очень это люблю, честно говоря. Вот. Это, наверное, ещё со школы тянется, потому что я помню, вот та школа, в которой я учился, у нас были такие категории. Вот были троечники, были хорошисты и были отличники. И я знаю, что если какой-то ученик, его записали вот с первого класса в какую-то из этих категорий, то это хуже, чем касты в Индии. То есть намного сложнее перебраться из одной категории в другую. Репутация соответствующая, очень сложно её потом в дальнейшем как-то изменить. И на самом деле оценки, они не всегда отражают настоящее знание человека. И способности, которые есть. И способности человека. Очень часто бывает так, что учитель просто там закрывает глаза, там ставит какую-то оценку и отпускает этого студента или ученика, а его знания совсем не соответствуют той оценке, которую он получил. Либо потом впоследствии, очень часто так было, что даже участие в институте мы проходили какой-то курс по высшей математике или ещё по чём-то. И после этого вот меня попросили сейчас решить дифференциальное уравнение. Хотя я когда-то их решал, сейчас я этого не смогу сделать. Вот, то есть я считаю, что это не всегда оно соответствует. И возможно в будущем, ну это проблема вообще системы образования, которую мы не в данной студии, не просто так вот… Не всё могут люди лично просто решить, потому что если вся система… Но мы можем что-то делать, экспериментировать что-то с этим, предлагать какие-то новые программы, которые, может быть, не заостренены на оценивании студентов либо учеников, а на чём-то другом. Спасибо, очень интересное мнение, никогда раньше такого не слышала. Феликс, я вот хотела бы спросить у вас, почему вы приняли решение в своей жизни вот так глубоко изучать теологию, философию? Кто-то повлиял на ваш выбор или с детства, возможно, это интересовало? Ну, с детства это не интересовало, потому что я не вырос в семье христиан, скажем так. Но я помню тот момент, когда я начал знакомиться с Библией, начал знакомиться с христианством. В тот момент у меня было большое желание понимать Слово Божие, понимать то, что написано в Библии. И, наверное, я думаю, что Бог вот как бы видел это моё желание, и Он меня в этом благословлял. То есть Он открывал для меня возможности для того, чтобы я дальше учился. Потому что, ну, я понимал, что это очень сложно, и сложно попасть, вот учиться в семинарию, либо ещё куда-то. Но Господь всегда открывал какие-то возможности для меня, и я всегда ими старался пользоваться. Интересно, возможно ли понять Библию, не будучи теологом? Конечно, возможно. Но если ты знаешь, например, языки греческий и еврейский, то ты можешь понимать Библию намного глубже и намного лучше, чем не зная их. Именно поэтому вот почему я и пошёл в семинарию учиться, потому что я понимал, что только в семинарии я могу понять, взять какие-то хотя бы азы этих языков. Древних языков, которые сегодня нигде, по большому счёту, не используются. Да, не используются. Лилия, а у вас другая сфера, да, чуть-чуть? То есть чем вы занимаетесь в основное время, с чем связано ваше образование было? Это уже последнее образование, которое получилось взять. Связано с образовательной системой, с учёбой, с методологией образования. То есть всё, что касается образовательного процесса в школе, в высшем учебном заведении, в садике, неважно где, всё, что касается этого процесса, вот как раз это было главным, главным... Да, но я так понимаю, раньше было ещё другое образование, в другой сфере, да, чуть-чуть? У вас у всех вот разные, разные сферы, разные интересы, но как-то в музыке, мне кажется, у вас есть какое-то единство. Как так получилось? Как можно вот развиваться всей семьёй в музыке, хотя в некоторых нет, да, музыкального образования? Ну да, у меня нет музыкального образования. Ну мы знаем, что есть самообразование музыкальное, и все из вас играют на каких-либо разных музыкальных инструментах. Да, я на самом простом. Это что? Барабаны? Это сопилка. Сопилка, да? Ага. Верик Хлимич, как всегда, очень скромничает. Он немножко владеет гитарой, немножко фортепиано. Нет, 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 это я не могу назвать, что владеет этими инструментами. А как это в семье начиналось? Вот многие люди тоже думают, хотели бы, чтобы в семье было хобби, которое объединяет всю семью. Верик занимается теологией, Лилия занимается образовательными системами, Яна учится в школе, но вот в музыке у вас такое вообще хобби. Вот как это начать вообще в семье? С чего у вас начиналось? Ну я помню, у нас это началось с Яна. Мы несколько лет назад были в Закарпатье, и там он увидел, продавалось небольшой музыкальный инструмент, который называется окарина. И он очень захотел этот музыкальный инструмент приобрести. И вот мы купили этот музыкальный инструмент, там всего лишь одна октава, диапазон, который он может извлечь. И он, пока мы доехали до того места, где мы жили, он научился на ней вот всю октаву. Он так свистел в машине, что я мечтала, когда мы выйдем, чтобы можно было отдохнуть от окарины с Яном. Почему со мной? Потому что ты учился. Но сейчас этот музыкальный прекрасный свист часто, да, звучит в вашем доме, или инструмент поменялся тоже? Дело в том, что до этого мы пели вместе. Вот в пятницу мы садились и пели все псалмосеоны, все какие-то известные для души песни прославляющие. А вот потом подсоединились инструменты, потому что у нас появилось две сопилки, появились окарины, скрип кайян овладел настолько, что можно было уже что-то извлекать красивое. И уже инструменты присоединились. И теперь, я не знаю почему, но есть такие моменты, когда хочется делать вместе, потому что может из-за этого. Да, и именно в творческом плане больше, да? То есть что-то новое созидать, творить. Слава Богу! Я думаю, что каждая пятница, вечер, наступление субботы у вас музыкальный дом, и сегодня этот вечер не будет исключением. Поэтому мы попросим вас порадовать нас своей музыкой. С удовольствием! Да, Янушка? Слава Богу! 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 Если читать вторую главу книги «Бытие», то можно заметить один удивительный факт, что суббота в книге «Бытие» как будто бы не заканчивается. То есть после каждого дня есть вот этот вот рефрен, был вечер, было утро, день следующий. День закончился, да, начался новый день. Но суббота как будто бы вообще не заканчивается. И создается такое впечатление, что суббота закончилась грехопадением. И вот получается, что когда потом Бог напоминает иудеям про субботу, про субботний покой, Он говорит, шесть дней ты должен прожить, как вот ты живешь на этой земле. А день седьмой ты должен прожить так, как будто он в Эдеме, в Эдемском саду. Не здесь на земле, а как в раю. И этот библейский принцип определяет уже, чем мы наполняем субботу. Да, но однозначно, что это должен быть радостный день, день общения, день, когда ты получаешь какое-то особое благословение от Бога, и этот день наполнил чем-то особенным для тебя. Становишься благословением для других, когда вот семья... Мне очень нравится, когда Ян говорит, как хорошо, завтра суббота. Я понимаю, что это подарок для меня. Ян, а чем это связано? Почему в тебя такие вот чувства насчет субботы? Такое предвкушение уже начинается. Усталость от школы? Или вот почему от суббота такая вот знаменательная для тебя? Просто сейчас я в школу на данный момент не хожу, то суббота... Ну, после школы для меня суббота это был день в раю, то есть день отдыха полного. А сейчас... Когда не надо делать уроки, да? Да, ничего не надо делать. Сейчас время каникулы, поэтому, может быть... Да, да, да. У меня был, знаете, что-то похожий опыт. Я помню, я тогда еще учился в Одессе, и когда я шел домой после субботы, я видел, как солнце, оно клонится к закату, и я понимал, что вот еще два часа, и суббота закончится. А в понедельник была какая-то... Нужно было сдавать какую-то курсовую работу по высшей математике. И вот тогда, я помню, у меня появилось такое большое-большое желание, чтобы завтра опять была суббота. Вот. И вот тогда, наверное, я, может быть, впервые ощутил вот эту вот благость вот этого субботнего дня, когда ты можешь отрешиться от всех этой суеты, от всех этих проблем этого мира, которые, безусловно, они всех нас тревожат. Вот. И насладиться вот этим вот днем, день, который подарил нам Господь. Сегодня люди, наверное, в ритме не меньшем, не менее занятым живут, чем раньше, а может и больше. И вот этот контраст, он, я думаю, очень важен, как в вашей жизни тогда, так и сегодня многие могли бы его испытать, если бы начали вот просто проводить этот день с Богом, с семьей, с церковью, и испытать вот эту разницу. Как хорошо, что среди недельной суеты у нас всегда есть эта возможность, этот причал, где мы можем отдохнуть. И суббота — это действительно благословение для всех людей, которые принимают ее, которые радуются, которые называют ее отрадой. Друзья, перед тем, как мы глубже будем исследовать вопросы, связанные с субботой, предлагаю всем нам прерваться и послушать песню группы «Соль земли». Слава, 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 слава Твоя! Во веки, о Царь наш и Бог, Мы воспеваем имя Господне, велика слава Твоя! Мы воспеваем имя Господне, велика слава Твоя! Мы тебе поем «Маллилуйя», да не умолкает хвала! Небеса торжественно ликуют, велика слава Твоя! От края неба до преисподней, видимо, милость Твоя! От края неба до преисподней, видимо, милость Твоя! Мы тебе поем «Маллилуйя», да не умолкает хвала! Небеса торжественно ликуют, велика милость Твоя! Учит идти по жизни дороги, чистая правда Твоя! Учит идти по жизни дороги, чистая правда Твоя! Мы тебе поем «Маллилуйя», да не умолкает хвала! Небеса торжественно ликуют, велика правда Твоя! Не постижима нашей природе, вечная любовь Твоя! Не постижима нашей природе, вечная любовь Твоя! Мы тебе поем «Маллилуйя», да не умолкает хвала! Небеса торжественно ликуют, велика слова! Милость, правда, любовь Твоя! Во веки отцарь наш и Бог! Я знаю, что, помимо прочего, Феликс еще и специалист в вопросах Ветхого Завета. Это правда? Ну, есть немножко, да. Вот в связи с этим у меня есть вопрос, который, наверное, тоже волнует и наших зрителей, и меня также. Но для начала я прочту текст, чтобы было понятнее. Это книга из Икииля, 20 глава, 12 стих. «Дал им также субботы Мои, чтобы они были знаменем между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их». То есть здесь Господь говорит о том, что суббота — это знамение между Ним и между людьми. И вопрос мой состоит в том, для кого это знамение? Для кого это является знамением? Я понял. Спасибо. Это хороший вопрос. Подобный текст мы также можем прочитать в книге «Исход» из 1 глава, 13 текст, вот где Бог, опять же, акцентирует внимание на том, что суббота дана как знамение между Богом и человеком. И в данном случае, если говорить о знамении, то необходимо сказать, что это знамение Завета. То есть мы знаем, что когда, например, Бог заключил Завет с Ноем, и в лице Ноя это был Завет со всем животным миром, скажем так, и с людьми тоже, то в качестве знамения Завета он дал радугу. После потопа, да? Радуга была видна. После потопа. Это касалось всех людей. Да. Вот. И знамя Завета — это как бы печать или как символ того, что этот Завет действительно заключен. Заключен, что он в силе. Вот. Мы знаем о том, что в последующем, когда Бог заключил Завет с Авраамом, то одно из знамений Завета было обрезано. Потом, когда Господь выводит израильтян из Египта, Он говорит о том, что суббота является знаменем Завета между Богом и между людьми. То есть, это знамение само по себе, оно указывает на Завет, на том, что люди, они находятся с Богом в узах Завета. То есть, в определенных каких-то особых отношениях. Не просто отношениях, в особых отношениях. То есть, можно сказать, что это знамение и для людей, и для Бога одновременно? Для Бога, что есть Его народ, а для людей, что есть их Бог. Ну, на самом деле, да. Если читать вот в контексте тот текст, который вы прочитали в книге пророка Иезекииля, то можно увидеть, что Иезекииль, по сути дела, это его речь, которую он отвечает старейшинам, которые приходят к нему. И в этой речи он делает обзор истории Израиля. И он говорит о том, что Бог дал израильтянам субботу как знамение, знамение Завета. Но потом он дальше упрекает их в том, и говорит о том, что они, это знамение Завета, они его не соблюдали. То есть, они, по сути дела, не соблюдая это знамение, они расторгли Завет между собой и между Богом. Интересно, суббота была знаменем только для еврейского народа или для всех людей, кто светил субботу в то время? То есть, этот вопрос очень многих волнует, потому что эти два текста мы находим именно в Ветхом Завете. И все говорят, что мы живем в период Нового Завета. Все эти знаки, все эти символы Ветхого Завета, они как бы не работают. Где здесь, как в этом разобраться? Где Новый Завет, где Ветхий Завет? Почему сегодня многие люди продолжают светить субботу, и мы так же? Да, это очень сложный вопрос с одной стороны, но это очень важный вопрос, который вы поднимаете. Если говорить вообще о субботе, то мы знаем о том, что она была дана всем людям, потому что об этом мы читаем в первых главах книги «Бытие». Когда не было еще разделения ни на какие народы. Да, не было разделения ни на какие народы. То есть, еврейского народа еще тогда не существовало. Тогда был только Адам, его семья, и уже они имели субботу, потому что седьмой день Господь осветил. Более того, когда мы читаем далее книгу «Бытие», мы опять же встречаемся, пусть даже не с прямым текстом, текстом, который бы говорил о субботе, но скольственным текстом, который указывал на субботу. И этот текст записан в тех главах, где говорится о взаимоотношениях между Иаковом и Лаваном. И если помнить эту историю, когда Лаван дает Иакову сначала в жены Лию, а потом Рахиль, он говорит такие слова, что ты окончи неделю свадебную с этой женой, а потом я тебе дам вторую свою дочку, также в жены. И вот теперь смотрите, что получается. Тот факт, что в то время была неделя, уже указывает на то, что последний день недели был выходным днем. То есть неделя, она только тогда имеет смысл, когда она заканчивается выходным днем. Если выходного дня нет, то нет смысла говорить о неделе. И таким образом это является косвенным свидетельством того, что уже в то время в семье Лавана они также соблюдали субботу. По крайней мере суббота, то есть седьмой день, это для них был особенный день. И это указание на то, что не только в израильском народе во времена Исхода праздновалась суббота, но она была и раньше, и была не только у иудеев, но также у других народов. Лили, а вот меня интересует еще вопрос, походу я такой подумал. Вот если сегодня человек уже во времена Нового Завета светит субботу, о чем это говорит вообще окружающим людям? Это должно указывать на его связи с еврейским народом? Или все-таки это больше нас относит к Библии, к библейскому тексту, к каким-то моментам, не знаю, Едема или Закона Божьего? О чем это должно свидетельствовать сегодня? О чем этот знак? Очень хороший вопрос. Наверное, это в Новом Завете у нас, в Евангелиях, в каждом Евангелии мы, наверное, найдем стихи о том, что Иисус имел обыкновение по субботам ходить в синагогу, а от Иисуса Новый Завет. И опять же, что я делаю, делайте и вы. Очень все просто, очень все понятно. Апостолы продолжают это делать, да? Апостолы, ученики это делают вместе со Христом. Если я верю, я хочу так делать. Я хочу, потому что… Просто следовать их примеру. Еще очень важный момент. Мне кажется, что многие люди сегодня пытаются разрушить связь между первой частью библейских книг и второй. Они настолько пытаются это сделать даже чуть ли не механическим путем, говоря, что вот где я разделилась, да, вот все, там начинается совсем другая история. Но мы не раз и здесь в студии говорили о том, что Бог, Он не изменяется. И вечные какие-то добрые советы, наставления, которые данные людям, они остаются навсегда. Может быть, и в этом проблема, что сегодня многие пытаются просто разорвать Священное Писание, не увидеть этих связей. Потому что, да, есть в Ветхом Завете некоторые вещи, которые как бы ушли в прошлое. Но то, что мы получили с самого начала в книге Бытие, то, что мы получили нравственный закон, который остается неизменным, ведь это же и в Ветхом Завете, оно действует в Новом. Я уверен в том, что вопрос послушания вообще в Библии, он не разделяется на заветы, там, Ветхий или Новый. Это было важно с самого начала, с Едемского сада. И когда дальше мы видим вот этот важный элемент всегда в взаимоотношениях Бога и человека, момент, когда человек доверяет Господу, слышит Его повеление и слушается всё-таки, что это не просто вопрос «Хочу — делаю, хочу — не делаю, так мне будет лучше». Это вопрос, тесно связанный с спасением, правда? Я думаю, да. То есть, насколько я понимаю, что суббота, она тоже напрямую связана как-то с послушанием Богу, правильно? Да, напрямую. Потому что сказал Бог «Шесть дней работай, а седьмой день для Господа, Бога твоего». То есть всё очень прямо и всё очень понятно. Это всё очень просто, и оно не идёт от человека. Почему нам очень трудно объяснить это с человеческой точки зрения? Это идёт напрямую от Господа. Он повелел, и я, как человек верующий, как человек любящий Бога. Выбираю. Я слушаю и выбираю то, что Он сказал. Поэтому я в субботу хочу быть с Ним, хочу общаться, хочу общаться с Его детьми. Поэтому исполняю то, что велено. Вот почему это связано с послушанием Богу. Дорогие друзья, мы сегодня ещё раз имели возможность убедиться в том, что Библия — это цельная книга, что наш Господь, Он не изменяется. Многие люди сегодня пытаются разорвать Новый Ветхий Завет, все эти книги как-то разбросать. Но на самом деле Господь наш, Он всегда желал добра нам с самого начала. И когда в Едемском саду Он даровал субботу, когда Он даровал эти ясные повеления, они приносят благо человечеству и до ныне. От нас зависит очень важный и простой вопрос. Желаем ли мы быть послушными Господу? Желаем ли мы вступить в такие доверительные отношения с Ним, чтобы принять Его Заветы, Его слова, Его наставления и видеть, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, в служении Иисуса Христа, в служении апостолов есть также моменты субботы, очень важный момент послушания. Давайте будем готовы к этому. Предлагаю сейчас помолиться о том, чтобы каждый человек для себя открыл или заново осознал важность и глубину вопроса послушания Богу в своей жизни. Наш великий небесный Господь, мы обращаемся к Тебе сегодня и, прежде всего, хотим поблагодарить Тебя за дар субботы, который Ты даровал людям еще в Одемском саду. И, Господи, мы хотим просить Твоего благословения на этот день. Мы хотим просить, чтобы Ты благословил каждого из нас и помог нам понять, как важен этот день в наших взаимоотношениях с Тобой. Господь, помоги нам проводить этот день, как в Эдемском саду. Помоги нам помнить, что Ты сделал для нас и то, что Ты еще готов сделать для нас в будущем. Благослови каждого, кто смотрит эту передачу и каждого, кто читает Священное Писание, для того, чтобы мы с Ясно могли понимать эти истины. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мир захватило коварство и ложь, Окован Он у Замисла. Я надеждой пленен, вера моя, прикована цепью к любви Отца. Я запрет на век Его благодати. Я чудесно, охотно, свободно, надеждой пленен. В битве за душу мой Бог победил, Теперь я Его навсегда. В вечную жизнь мне билет подарил, О, как я жажду туда. Я надеждой пленен, вера моя, прикована цепью к любви Отца. Я запрет на век Его благодати. Я чудесно, охотно, свободно, надеждой пленен. Я надеждой пленен, вера моя, прикована цепью к любви Отца. Я запрет на век Его благодати. Я запрет на век Его благодати. Я чудесно, охотно, свободно, надеждой пленен. Веря моя, прикована цепью к любви Отца. Я запрет на век Его благодати. Я чудесно, охотно, свободно, надеждой пленен. Друзья, спасибо за интересные истории и мысли. Наше время, которое мы провели вместе, было очень насыщенным. Я уверен, что вкусная часть программы будет не менее насыщенной. Я тоже в этом не сомневаюсь, потому что пирог готовила Лилия, а она стремится в своей жизни делать всё очень хорошо. Кстати, когда евреи путешествовали в пустыне, Бог их тоже не кормил чем-нибудь. Вот ту ману, которую Он им давал, она была похожа по вкусу на лепёшки с мёдом. Да, я думаю, что это было очень вкусно. И Господь очень любит нас. Давайте благодарить Его за милость и любовь, потому что всё, что Он создал, оно всё прекрасно, ярко, красиво и аппетитно. А я хочу поблагодарить Бога за время, которое подарено каждому из нас, чтобы становиться лучше и делать лучше всё вокруг. Предлагаю брать пример с наших гостей и пользоваться принципом «Ни минуты бесполезности». Мы со Светой планируем, по крайней мере, следующие полчаса провести небесполезно. Да, пообщаться с Феликсом, Лилией и Яном за чашкой чая и вкусным пирогом. А вам, как всегда, желаем благословенной недели и радостных моментов. Божьих вам благословений и счастливой субботы! Субтитры подогнал «Симон»! Всей душе хочется пожелать каждой женщине, каждой маме научиться так планировать субботу, чтобы этот день был радостью, счастьем и отрадой для семьи и для детей. А я хотел бы пожелать, чтобы для каждого из вас суббота была незабываемым днём. И в конце каждой субботы вы, как когда-то я, хотели бы, чтобы следующий день также был субботой. Желаю всем благословенной и интересной субботы! Субтитры подогнал «Симон»!